В дежурную часть обратился мужчина с заявлением, которое очень насторожило полицейских. Он сказал, что его ограбили якобы двое сотрудников. Они подошли проверить документы, однако свои при этом не представили. Один из них находился в форме сотрудника полиции, второй находился в форме сотрудника ОМОН. Совершили открытых хищений принадлежащих ему денежных средств в сумме 13 тысяч рублей и телефона мобильного, принадлежащего ему. Найти злоумышленников для оперативников стало делом чести и вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на их след. Они задержали сразу шестерых подозреваемых. Среди них потерпевший опознал и своих обидчиков. На вас конкретно форма в каком звании была? Старший лейтенант. А ну других? Других. Вы по сколько человек ходили? Не все же шестеро? Шестеро. Прям одной толпой ходили шестеро? Не, не толпой. Двое шли впереди, а четверо сзади. Четверо сзади были, со слов самих задержанных, на подстраховке. Все они приехали в Москву из стран ближнего зарубежья на заработки. Трое из них ранее были судимы за кражи. Чем занимаетесь? С кордонкой стоял на попрошайке. Ну вообще для чего приехали в Москву? Работать приезжал, но не получилось. Кинули. Они обитают на улице, они жили в общественном туалете на Ленинградском проспекте. Там же питались, там же спали. Сначала мужчины попрошайничали, но этим много не заработаешь. Вот они решили действовать по-другому. Накопленные деньги вложить, так сказать, в дело. В специализированном магазине они купили несколько комплектов формы сотрудников полиции. И стали уже не просить деньги, а отбирать их. Чаще всего они орудовали на белорусском вокзале. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.